В эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Сегодня в программе. Экс-премьер Серик Ахметов дает показания. Громкое коррупционное дело, в котором замешаны чиновники области, подходит к концу. Первый заместитель Акима области Салбек Дюсибаев посетил ряд первых социальных объектов, строящихся в рамках формирования нового центра города. Представители четвертой власти обменялись профессиональным опытом на первом городском слете журналистов. Серик Ахметов дает показания. Громкое коррупционное дело, в котором замешаны чиновники области, подходит к концу. Экс-премьер-министр, находящийся около года под домашним арестом, не признал вину ни по одной из шести вменяемых статей. Однако гособвинители, ряно выступавшие на процессе до этого, ограничились всего лишь двумя вопросами главному фигуранту дела. Серика Ахметова начали допрашивать еще вчера. Главный фигурант уголовного дела из 338 томов не признал свою вину ни по одной озвученной статье. Экс-премьер опроверг обвинение о нанесении ущерба государству. Не согласился бывший чиновник и с тем, что являлся руководителем компании «Стальцинк» и «Топарских теплиц». Также он назвал абсурдным ту часть обвинения, из которой следует, что подчиненные отчитывались ему дома. 30 августа мы похоронили близкого нам человека, мою одну и тетю. И в рамках этого с утра и потом до шести часов вечера практически приходили люди. Я вам скажу, что утром заезжал в Акин в области новой. Несмотря на старания экс-премьера вести себя непринужденно, его волнение было заметно. Он давал показания кратко и лаконично. Своего бывшего советника Гумара Рахмжанова, свидетельствовавшего против него, Ахметов назвал жертвой давления следственных органов. Напомним, Рахмжанов заявлял в суде, что приносил сумку с миллионами домой к подсудимому. Я скажу одно. Думарту легенджу жжет, что он приносил ко мне эти бароны с деньгами. И он об этом прекрасно знает. Просто еще раз, как Молдаев, он стал жертвой версии следствия. Для чего это ему нужно было бы? Мы могли бы по-другому, что где-то на другой точке, не дома, принесли, а то домой. Это полный абсурд. Самым интересным в процессе было поведение гособвинителей. Обычно активные, они в этот раз ограничились двумя вопросами. А Серик Ахметов, любивший поделиться своим мнением с журналистами в годы работы, и на этот раз не изменил своим привычкам. Вы обещаете нам рассказать все после? После все, да. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Битва за тариф. Компания Жизказган Энергосбыт несколько лет подряд обирала потребителей с завышенным тарифом на электроэнергию. Компания, несмотря на запрет антимонопольного органа, вместо положенных 12 тенге 95 тен за киловатт, взымала с население по 18 тенге 83 тен. Суд обязал услугодателя прекратить самоуправство и следовать предписаниям антимонопольного департамента. Однако, получат ли граждане перерасчет за все это время, остается под вопросом. И получается около миллиарда тенге, он уже получил с населением. Хочу обратить внимание, что все-таки он в заблуждение вводит весь народ. Компания Жизказган Энергосбыт обслуживает более 10 районов Карагандинской области. На счету у предприятия около 500 тысяч потребителей. Суд по регулированию тарифа за электроэнергию компания проигрывала уже не раз. Однако, несмотря на это, услугодатель продолжал выставлять счета населению по неутвержденному тарифу. Исполнение решения суда обязательно, но его не исполняют. Идет нечестно, идет обворовывание, будем говорить, населения в тех районах и городах, в которых Жизказган Энергосбыт является поставщиком электроники. 1 миллиард 14 миллионов тенге незаконного дохода в данной ситуации получает Жизказган Энергосбыт. Мы обязаны были принять решение о снижении действующей цены. Представители компании Жизказган Энергосбыт пытались доказать необоснованность решения судов, где их обязывали установить тариф в 12 тенге 95 тын. Повышение они объясняли высокой себестоимостью электричества и другими расходами предприятия. Департамент при проведении экспертизы цены неизвестно, какими документами руководствуется, неизвестно, на каком основании делает выводы и включает в расчеты, неизвестно, кем приняты тарифы. Что суд апелляционной инстанции при вынесении постановления не исследовал обжалуемо мотивированное заключение и не исследовал должным образом материалы и дела. Кассационный суд вынес решение оставить иск ТО Жизказган Энергосбыт без удовлетворения. Компанию обязали применять тариф, который установил антимонопольный департамент. Речь о перерасчете потребителям в судебном заседании не шла. Однако общественники, присутствовавшие в зале суда, обещали вернуть гражданам их деньги. Аймамрина Исламбекоспан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асылбек Дюсюбаев посетил ряд первых социальных объектов, строящихся в рамках формирования нового центра города. Строительство детского сада и общеобразовательной школы в микрорайоне Киндала, юго-восточной части города, началось в июне 2015 года. Сейчас социально значимые объекты на стадии завершения. Строительство детского сада началось по программе «Нурлыжол» летом этого года. Значимый объект строится с опережением графика. Третий этаж планировалось закончить в конце декабря, но рабочие уже приступили к внутренним отделочным работам. Строительство детского сада началось в текущем году, в июне месяце. Подрядчик ПК АСПАП в этом году у нас выделено 250 миллионов тенге. Работа выполнена с опережением графика. Название детского сада еще не представили, так как это будет делаться только после завершения строительства. Также Аслобек Дюсюбаев проконтролировал ход реализации проекта по строительству административного здания Дома дружбы. По завершению строительства здесь расположится областная ассамблея народа Казахстана и этнокультурные объединения нашего региона. В здании Дома дружбы предусмотрен зрительный зал на 450 мест, конференц-зал, лингофонные кабинеты для изучения языков, танцевальные, вокальные залы и другие. Внутри Дома дружбы строители, словно художники, вручную расписывают стены. Ход реализации перспективного плана развития города Караганды до 2025 года находится на постоянном контроле первого заместителя Акима Карагандинской области. По завершению рабочей поездки Аслабек Дюсибаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию нового центра города Караганды. В дальнейшем в названный новый центр войдут современный торгово-развлекательный комплекс с пятизвездочным отелем, дом детей и юношества и другие социально значимые объекты. Лариса Хусейнова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня отмечается Всемирный день благодарения. Детский дом Асем города Караганды в этот день посетил заместитель Акима области Шагурашид Мамалинов. Воспитанники детского дома получили не только яркие впечатления от праздника, но и различные подарки от имени Акима области Более подробно в следующем репортаже. Такое благотворительное мероприятие проводится ежегодно по инициативе президента детского фонда Мубик Сарайл ПСКЗ во всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для всех воспитанников организовываются благотворительные праздники, «Резашилах доброта во благо детям», приуроченные к 550-летию казахского ханства и к 20-летию Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. Я вас поздравляю с этим праздником, с Днем Благодарения. Этот праздник в нашу страну ввела Сара Алтысовна. Мы ей все благодарны. День Благодарения – это день, когда мы выражаем благодарность друг другу, благодарность родственникам, благодарность друзьям. В этот прекрасный день я вам хочу пожелать, чтобы вы росли очень воспитанными, очень хорошими. В детском доме Ассам на сегодняшний день живут больше 40 воспитанников разного возраста – от 7 до 18 лет. К ребятам в день праздника по традиции пришли их друзья, гости – приглашенные лица. В теплой дружеской обстановке на праздничном концерте выступили талантливые дети. Я занимаюсь в студии творчества «Хэнд Мэй». Мы там делаем различные подделки, занимаемся дизайном. Мне вообще там нравится заниматься. У нас замечательный педагог Лариса Анатольевна. Она вообще много для нас нового открывает. Мне нравится. Я хочу сказать, чтобы в нашем детском доме в Казахстане было все хорошо, весело, и чтобы не было всяких нарушений. В детском доме работают самые разнообразные кружки. На занятиях по технологии детки под наблюдением мастеров сами шьют концертные костюмы. На благотворительном празднике исполнились многие мечты воспитанников. В этот день они получили в подарок швейные машинки, пылесосы, ноутбуки, книги и развивающие игрушки. Чтобы в душе у нас был всегда праздник детства. Чтобы мы радовались, не забывали улыбаться и друг другу дарить добро. Всех с праздником! В завершении праздника дети в благодарность за заботу и доброе сердце вручили взрослым цветы благодарения и национальные юрты, изготовленные своими руками. Гульза Ацахова, Руслама Кулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. Меры по противодействию коррупции не дают должного результата. С начала года в Карагандинской области зарегистрировано около 150 коррупционных преступлений. К дисциплинарной ответственности призваны 11 высокопоставленных чиновников. Такую информацию озвучили сотрудники надзорных органов на заседании постоянной комиссии, которую провели депутаты областного Маслихата. Проведено два диалоговых площадок с молодежными организациями и с неправительственными организациями именно по сотрудничеству в сфере борьбы с коррупцией. Однако эти меры не приносят желаемого результата. Злоупотребление полномочиями, незаконное выделение земель и недвижимости, оказание протекции своим знакомым – это лишь несколько фактов, в которых замечены госслужащие области, отмечают докладчики. Анализ коррупционных рисков показал, что зачастую чиновники затягивают сроки оказания государственных услуг. С начала года зарегистрировано в ЕРДР 147 коррупционных преступлений. Так, на сегодняшний день выявлены и окончены в производстве дела в отношении заместителя Акима Байского района, заведующего сектором главы отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сапаль, руководителя главы отдела образования физической культуры и спорта Шевского района. Надзорные органы отмечают, что искушению чаще всего подвергаются должностные лица, работающие в сфере земельных, жилищных отношений и строительства. К тому же, не все госорганы активно сотрудничают в разоблачении и наказании своих сотрудников. Так, за 9 месяцев этого года органы Акимпортуру проведено в 60-й веке, в ходе которых выявлено 93 нарушения законности. Обнесено три процесса, рассмотрено 14 представлений. Продвлечено в дисциплинарную ответственность 14 должных лиц, возбуждено 11 уголовных дел. Народные избранники отметили, работу по противодействию коррупционным преступлениям нужно продолжать активнее. Зачастую граждане не знают законы и тем самым способствуют преступникам. Депутаты предложили заседающим вести пропаганду антикоррупционного законодательства, объяснять людям, какие бывают преступления и что за это грозит. Вот иногда недостаточная работа такого праворазъяснительного характера ведет к тому, что даже, собственно, наши депутаты, не владея изменениями в действующем законодательстве, поднимают эти вопросы на сессиях, чувствуют себя мужчинами и обиженными. Это в честь ограничения прав по неисполненному врушению суда, административным постановлением. Освещать проблемы открыто и показывать общественности лица антигероев. Такие меры должны пресечь растущее число коррупционеров, считают депутаты. Общественная огласка нужна, чтобы остальным было неповадно. Аймам Ринаулжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде прошел первый городской слет молодых журналистов и блогеров. Такая массовая встреча была организована к Дню информации. В этот день появилась возможность собрать представителей масс-медиа за круглым столом. На слете коллег побывала и наша съемочная группа. Организаторами слета выступил Центр по работе с молодежью отдела внутренней политики Акимата города Караганды. Диалоговая площадка собрала более 75 участников, хотя желающих было гораздо больше. Самая главная цель – это систематизация работы молодежных СМИ. На сегодняшний день во всех учебных заведениях, во всех звеньях, учитывая университеты, школы, колледжи, имеются различные, так скажем, ячейки молодежных СМИ, но на сегодняшний день нет как бы мер консолидации этих инструментов. Нет общей площадки, то есть каждый из них самостоятельно развивается, при том, что Караганда является и имеет очень богатый опыт в журналистической сфере. Участниками слета оказались студенты, обучающиеся по специальности журналистика, молодые корреспонденты, блогеры и лидеры СМИ учебных заведений. В рамках встречи были обсуждены многие актуальные вопросы информационной системы. Был проведен сравнительный анализ работы отечественных СМИ с другими странами ближнего зарубежья. Для молодых журналистов появилась большая возможность обмена опытом. В принципе, я считаю, что блог сейчас уже неотъемлемая часть СМИ, и мы, как журналисты, обязаны знать, как вообще все это там заваривается, как все это происходит. Ну и этот слет будет полезен как для нас, так и для блогеров, с которыми мы сможем поделиться своим профессиональным уже опытом. Участники слета обсудили разные грани журналистской деятельности и механизм совместной работы. В программе слета проведены мастер-классы и тренинги с привлечением опытных специалистов. С начинающими журналистами поделились опытом заместитель директора телеканала «Первый Карагандинский» Аслан Иса и собственный корреспондент республиканской газеты «Айкэн» Лязатко Жахметова. Ко всем присутствующим с приветствием обратилась заместитель Акима города Караганды Ирина Любарская. Уважаемые участники гостей первого городского сферного журналистов и блогеров. 26 ноября – сферный день информации. Я думаю, это не исключение, что мы собрались вот таким форматом обсудить все вопросы, которые касаются именно сфер и информации. Я очень рада, что городской сферный журналистов и блогеров работал за нашим блогер впервые. И собралось здесь только не только журналистов, а и представители различных нейроистов. Организаторам предстоит проанализировать работу слёта и решить необходимость проведения таких встреч ежегодно. По окончанию слёта всем участникам были вручены специальные сертификаты. Мне более интересна спортивная журналистика. Я бы хотел стать спортивным комментатором. Мне это интересно. И я вижу хорошее будущее в этом. Все участники остались довольны и выразили свои пожелания, чтобы такие профессиональные слёты проводились чаще. Гульза Ацахова, Руслан Макулбеков, Арман Нартаев. Первый Карагандинский. Скажем нет торговли людьми. В рамках республиканской акции в Караганде прошёл автопробег под лозунгом «Счастливая семья, счастливое государство». При поддержке областного и городского Акиматов общественное объединение «Мир Добра» провели акции, флэш-мобы и другие мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы с насилием в отношении женщин. Автобус с баннерами объехал центральные улицы города. Прохожие с интересом наблюдали за необычным кортежем машин. Большими буквами написаны важные слова «Счастливая семья, счастливая страна». Семья – это первая школа для каждого человека, и родителям нужно воспитать достойных граждан. Счастливая семья – это счастливая страна. И особенно нужно отметить, что воспитание наших детей, которые потом становятся папами, дедушками, очень важно закладывать в семье. И мы сегодня говорим «да» той семье, которая счастливая. Мы говорим сегодня «да» детским улыбкам. В организации автопробега не обошлось и без сотрудников правоохранительных органов. Госслужащие проводили разъяснительные беседы с гражданами. Полиция предупредила жителей города о рисках, связанных с торговлей людьми и фактах бытового насилия. В 2009 году вышел закон о бытовом насилии, где статья 20 выносится защитное предписание в отношении правонарушителей в сфере семейно-бытовых отношений. В данный момент на территории города Караганды вынесено около 3000 защитных предписаний. Общественное объединение «Мир добра» совместно с объединением «Красного полумесяца» с августа 2015 года работают над проектом предоставления юридической консультации. Задача этого проекта – сократить нарушения прав трудовых мигрантов, женщин и детей. Любая работа общественных объединений не обходится без волонтеров. Сегодня студенты вузов раздавали тематические листовки, чтобы донести до горожан, насколько важна проблема нарушения прав человека. Сегодня мы проводим эту широкомасштабную акцию под лозунгом «Нет торговли людьми, нет насилия в семье, а также счастливая семья, счастливая страна», для того, чтобы родители с малых лет воспитывали в детях любовь и уважение в семьях. В рамках акции прошел семинар-тренинг, где обсудили вопросы профилактики правонарушений бытового насилия и провели минуту памяти жертв насилия. Лариса Хусейнова, Сламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Владельцы автомобилей пренебрегают законом. Все чаще на дорогах города можно заметить, как обычный водитель перевоплощается в сотрудника ГАИ. Неграмотные автомобилисты, видимо, не знают закона и поспешно устанавливают запрещенные сигнальные громкоговорящие устройства, предназначенные для полицейских машин. Как наказывают правонарушители и ответы на другие вопросы, вы узнаете в следующем сюжете. Основной категорией правонарушителей оказалась «золотая молодежь города». То ли от незнания водительских правил, то ли для демонстрации статуса, а может и вовсе поводом является свободная продажа устройства. Абсолютно на всех авторынках города сигнальное громкоговорящее устройство, как и обычные запчасти, находится в свободной продаже. Стоит такое устройство от 10 до 50 тысяч тенге. Приходят за сигнально громкоговорящим устройством не так часто, но в последнее время клиентов стало больше. В основном люди среднего возраста. На вопрос, имеете ли вы разрешение на продажу этого устройства, продавец замешкался и отказался от ответа. Снимайте в другом месте, у меня нет такого. Только в этом году сотрудникам ГАИ удалось выявить около пяти случаев установки СГУ. На сегодняшний день специального прибора по выявлению СГУ не существует. Лишь помощь честных водителей, заснявших на камеру нарушения, помогает сотрудникам. Таких нарушителей привлекают к административной ответственности, наказывают штрафом в размере 25 МРП, а то и прав лишают. Проводим профилактические мероприятия, целевые точечные отработки. Очень большую роль свой вклад вносят наши автовладельцы, которые посредством социальных сетей, обращений в органы внутренних дел предоставляют нам видеофрагменты данных нарушений. Водителям, которые устанавливают сигнальные громкоговорящие устройства, советуем не злоупотреблять законом, стоит ли во время кризиса дополнительно тратиться на штрафы. Диана Рамазанова, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Только натуральные сорта меда и никакой поделки. Это главное для производителей полезного продукта. Кочевая пасека Ивановых уже не первый раз радует карагандинцев. Купить полезный продукт вы можете во Дворце культуры горняков. В этот раз сладкая ярмарка привезла более 25 сортов меда. Каждый желающий может найти то, что ему будет и по вкусу, и по карману. Также для покупателей действует традиционная подарочная акция «1 плюс 1». Наша акция «1 плюс 1» продолжается. При покупке одного килограмма меда, второй килограмм мы дарим вам в подарок. На ваш выбор – это луговой, гвоздика или корица. Также с нами приехал Ивановский текстиль и картина алтайских мастеров. Ярмарка башкирского меда не оставит равнодушным даже самого привередливого покупателя. Мед с пыльцой восстанавливает клетки печени и имеет омолаживающий эффект. С пчелиноматочным молочком восстанавливаются обменные процессы и улучшается работа сердца. Мед с гречихой и прополисом хорошо борется с простудой. Покупатели с большим удовольствием пробовали и покупали мед. Я купила липовый мед и в подарок получила луговой. Вам вообще нравится мед? Да, я у них уже все время беру, когда они приезжают. Опытный продавец и проконсультирует своего клиента, и, конечно же, даст попробовать свой сладкий и полезный товар. В этот раз, кроме меда, на выставке карагандинцы могут приобрести качественную текстильную продукцию. Есть что посмотреть и любителям живописи. Работы своими руками смастерили умельцы Алтая. Медовая выставка пасеки Ивановых пробудет в Караганде до 29 ноября. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Сау был Настар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова